Это тот же самый человек. Допустим, это я. Это тот же самый мой бицепс. Такой же, как и здесь. Он имеет силу 100 кг. Мы выездили. Я убрал отягощение и просто напряг руку. Рука находится в покое. Я ее субъективно напрягаю со всей силы. И получается, что бицепс у меня напрягается на 100 кг. Так как рука в покое или очень медленно движется, значит, бицепс тоже развивается 100 кг. В итоге давление на сустав 200 кг. Не прибегая ни к чему по сторонам нему, без какого-либо отягощения, у меня давление на сустав составляет 200 кг. Вот здесь. А здесь было 90 кг. Это же просто. Я же могу утверждать, что тренируясь вот таким образом, мой сустав будет, так минимум, в два раза прочнее, чем сустав вот этого человека. Моя кость будет в два раза прочнее, чем кость вот этого человека. Только потому, что она регулярно испытывает вот эту нагрузку. И организм, даже если будет больше того, что он ниже этого не опустится. Вот этот факт подтверждается практикой. Люди, у которых был остеопороз в течение 8 месяцев. Остеопороз, причем большие цифры, большие величины, 43-50%. В течение 8 месяцев от него избавлялись. Это люди не молодые. Это люди, ну, пожилые, это взрослые люди. 45-50-55 лет. Сам вот факт, что во время тренировки востребовались удвоенно прочность костей, востребуют прочные кости. И организм это делает. Он эту прочность возвращает. Дальше, что дает ходу? Во-первых, мы выиграем по эффективности. У нас сразу две мышцы одновременно тренируются против одной. То есть я сначала здесь должен тренировать одну, потом другую. Тренируем в два раза больше времени. А тут и то, и другое одновременно. Это же хорошо, потому что время, время оно дорого. Но сам вот факт, что работают две мышцы, влечет за собой простейший эффект. Называется двухкратный эффект. Чтобы кормить вдвое большую мышечную массу, надо в два раза больше крови, надо в два раза больше кислорода, надо в два раза больше гормонов, надо в два раза больше мышечный объем держать под контролем нервной системы. Хотите вы, не хотите вы, но если вы делаете вот эту тренировку, ваш организм, обмен веществ, нервная система, и как уже здесь видно, а полно-двигательный аппарат получает вдвоенную нагрузку. По сравнению с любым другим видом тренировки. Как только вы берете внешнее отягощение, это надо понимать, это уже не ходу, это уже работа с внешней нагрузкой, это уже работа по вот этому первому типу. Это может быть внешнее отягощение, это может быть резиновый эспандр, это может быть тренажер, это может быть мой собственный вес, я отжимаюсь от кола, например. Это опять-таки внешняя нагрузка, это может быть упор одной руки в другую, это опять-таки внешняя нагрузка, потому что здесь работает тоже только бицепс, когда ее упирают, понимаете? То есть надо четко себе понимать, что есть ходу, что есть не ходу. Ходу – это когда нет внешней нагрузки и когда работают внутренние мышцы антагониста. Только в этом случае вы добиваетесь удвоенной нагрузки на сустав, на кость, удвоенной нагрузки на обмен веществ, на нервную систему. В этом случае никогда этого не будет. И при всем при этом это один и тот же человек, понимаете, да? Этот человек может тренироваться и очень упорно тренироваться. У него все равно будет 90 кг, а у этого человека будет 200 кг. Я могу утверждать, что это есть повышение функциональных возможностей. Однозначно. Я повышаю свою функциональность как минимум в два раза против любого спортсмена. Вот если бы я занимался спортом. У меня в два раза больше. Вопрос – будет ли меня природа тогда убивать? Зачем убивать человека, который в два раза крепче любого человека своего же возраста? Если он крепче самого же себя в возрасте 20 лет, например. Зачем? У меня все работает лучше. И кости у меня крепче, и суставы у меня крепче, и сердце у меня лучше, потому что двое больше массу надо кормить. Вы представляете, как это тяжело работает, да? Там человек одну массу кормит, ему тяжело бывает, а тут двое большую мышечную массу прокормить. Да, это короткая нагрузка по длительности, по времени, но она же большая. Это какая должна быть мышка, чтобы накормить? Какое должно быть сердце, чтобы накормить вот эту двое мышечную массу? А оно так и будет. Когда вы придете заниматься ходом, когда вы начнете заниматься ходом, у вас нет этого запаса. Это точно нет этого запаса. Получается, что можно испугаться. О, она. Все, у вас 200 килограмм будет давить, я травмирую свои суставы. Как же так? Где тут? Выход. А выход очень прост. Когда я беру 10 килограмм суда, я уже сознательно задал уровень нагрузки на мышцу, на сустав и на организм в целом. Я сознательно решил, что это будет 10 килограмм. Вот здесь. Я это прочитал, мне подсказали, мне инструктор сказал, но я сознательно это сделал. Вот здесь я понятия не имею, какая нагрузка. Вот этот уровень нагрузки определяется подсознанием. Наше подсознание, это система автоматической регуляции, которой, не знаю сколько миллионов или миллиардов лет, это нечто уникальное. Посмотрите, что. Ставим простой пример. Я начинаю генироваться, изначально у меня бицепс слабее трицепса. Это у всех так. Бицепс слабее трицепса. Но я его напряг, я его медленно сгибаю и медленно выпрямляю. То есть они напряжены одинаково. Если трицепс будет напряжен заметно сильнее, то рука выпрямится. Если бицепс заметно сильнее, то рука согнется. Понятно, да? Но если они напряжены одинаково, получается, что со всю силу будут работать слабые мышцы. Слабая мышца будет работать с максимальным напряжением. Потому что если сильно будет работать с максимальным, она выпрямится и все. То есть сильная мышца будет ждать, пока слабый бицепс разобьется до его уровня. Это называется принцип слабого звена. Слабое звено здесь будет развиваться в первую очередь. Слабая мышца будет развиваться в первую очередь. Если ваш сустав не в состоянии выдержать 200-килограммовую нагрузку, он ограничит нагрузку. Вы об этом даже не будете знать. Вы будете просто субъективно напрягаться, выполняя движения. Но в любой момент времени, при любом положении угла, если где-то есть слабина, сустав ограничивает нагрузку, а организм автоматически ее снизит. Когда идет работа мышечного аппарата, тем более вот такого, как в ходу, где требуются удвоенные перегрузочные способности, сердце требуется 2 раза больше, гормональная система 2 раза больше, система дыхания 2 раза больше, мозг 2 раза больше, нервные ткани, проводящие 2 раза больше, все требуется в бой больше. Если какая-то из этих систем, и из тех систем, которые я не перечисли, я не знаю всего, и врачи всего не знают, и исследователи себе не знают. Если в этой цепочке, которая обслуживает работу мышечного аппарата, вот здесь, хоть одно звено будет недоразвито, Оно ограничено нагрузкой. Но какой плюс? Оно получит максимальную развивающую нагрузку, и оно будет развиваться в первую очередь. Это то самое слабое звено, как в автомобиле, который третется на массу. Я о нем не знаю, и вы о нем знать не будете. Это действительно так. Но оно будет развиваться. Технология такова. Мы заставляем его развиваться. Мы сознательно заставляем работать подсознательную регуляцию. Чем больше, чем качественнее буду я выполнять упражнение в ходу, тем больше я буду заставлять напрягаться подсознательную регуляцию. Она будет контролировать свои процессы внутри, процессы всего организма. И это слабое звено будет развиваться. Кроме этого, подсознательная регуляция дает еще большое преимущество в том плане, что это есть оптимальный регулятор нагрузки. Вот предупример. Например, допустим, я поднимаю тут 10 килограмм. Скажем, это мой максимальный вес. Но сегодня я в хорошем настроении, я могу поднять на 20% больше. Если вы знаете, да. Все высокие достижения, они добываются обязательно с учетом психоэмоционального фактора. И мы говорим, ты молодец, ты орел. Мы от тебя ждем результат, мы тобой гордимся. Крайне, чем тебе дадим машину, квартиру, дачу. Человек на подъеме делает вроде бы невозможное. 20% плюс-минус этот психоэмоциональный фактор может сыграть. Значит, у меня хорошее настроение, мне много чего пообещали. Я могу поднять на 20% больше, но я поднимаю тот же самый вес. Ну ладно, бог с ним, я что-то не доработал по производительности тренировки. Но я могу прийти завтра, а у меня будет плохое настроение. И мне нельзя поднимать даже 10 кг, потому что я психоэмоционально к этому весу не готов. У меня нет того тонуса, ни нервной системы, понимаете, да, ни сердечно-сосудистой системы. А я его подниму на самом деле, и это довольно часто происходит. Я его подниму сегодня, я подниму завтра, подниму послезавтра, десяток раз я его подниму. А это означает, что это микротравма. Сколько людей с позвоночниками имеют травмы позвоночника, которые заработают в молодости. Молодости. Сустав уже мягкий, межпозвоночный диск уже мягкий. Он чуть-чуть продавит больше, чем положено. Чуть-чуть продавит больше, чем положено. Самую малость. После этого раза ничего не будет, скорее всего. Но когда один, второй, третий и так далее, и так далее, в конце концов здесь образовывается корочка, натоптыш, трещинка, все что угодно. И пока он молод, он этого не замечает, потому что сустав еще мягенький, он отпружинил, и все. А через 10 лет, когда он уступнет в 40, сустав утончится, и он начнет его тереть. И вот тогда он обязательно вспомнит все свои ошибки молодости. Обязательно. И в таких случаях масса. То есть здесь что самое главное? То, что я не догрузил, не страшно. Страшно, когда я перегружаю. Очень дело. В этом случае перегрузить невозможно. Потому что уровень напряжения целиком определяется мною, моей подсознательной регуляции. Если я готов на 100 кг напрячься, он напрягется на 100 кг. Я готов напрячься на 60 кг всего лишь. Я уставший. Так, у меня тяжелый день. Я издерганный. Но эти 60 кг тоже будут сегодня для меня максимальная нагрузка. Я все равно получу максимальную развивающую нагрузку. Понимаете, да? В этом плане ходу идеальная реабилитационная система. Потому что независимо от состояния человека, от уровня подготовки, от возраста, от болячих, он получает оптимальную нагрузку. Если у человека больной сустав, поверьте, организм никогда его больно не сделает. Практика об этом говорит. Артриты, ревматоидные артриты, дегенеративные артриты калиногустава, артрозы козобедренных суставов, межпозвоночные грыжи, протрузии, всевозможные защемления нервных окончаний, это не препятствия для того, чтобы заниматься ходом. Это прямое показание заниматься ходом. Если не заниматься, организм деградирует. Второго выхода нет. Если мне не нужен мышечный аппарат, он будет деградировал. Вслед за мышечными будут деградировать обмен веществ и обязательно будет деградировать нервная система. К сожалению, другого выхода нет. Или я буду давать своему организму понять, что мне это надо, или я не буду давать ему понять, что мне это надо, но от этого избавляться. В чем проблема была для людей, скажем, для больных таких категорий? Суставы и спины вольнами. Они не могут заниматься в обычном зале. Потому что им противопоказаны ударные нагрузки, им противопоказано резкое движение, им противопоказана не сама нагрузка, им противопоказана вот эта вот сознательная регуляция нагрузки. Человек не может знать, что такое можно сегодня сделать. К сожалению. Если у него болит коленный сустав, при ходьбе, это значит, что ему нельзя носить даже свой вес. Представляете? У него болит от своего веса. И тогда он делает другие упражнения, там, где вес не используется. Есть упражнения, где работает коленный сустав, но без использования своего веса. Если у него болит спина, ему нельзя поднимать эти огощения категорически. Потому что, опять-таки, внешний вес, это сознательно дозирование нагрузки. Вы не можете знать, можно вам это или нельзя. При любом изменении положения спины, нагрузка резко изменяется. Чуть-чуть вперед, рычаг увеличения, нагрузка больше. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, это чревато катастрофическими последствиями. Поэтому в ходу все отдано на ходку к подсознательной регуляции. Как бы организм человека не был запущен, он все равно имеет какой-то ресурс, и она все равно будет это дело контролировать. Поэтому огромный плюс ходу это наличие подсознательной регуляции, которая делает ходу доступной для широчайшего круга людей.